здравствуйте уважаемые вы на канале яна ростислав меня зовут яна и мы сегодня продолжаем курс подготовки гармоничной семьи сегодняшняя тема это обоснование необходимости данного курса какие цели мы ставим предложил этот курс на что мы надеемся и на что рассчитываем вы можете надеяться если мы предлагаем какой-то курс любой значит мы предполагаем что он подходит определенной аудитории и так как это в бизнесе звучит целевая аудитория нашего курса так запишем мы предполагаем что целевая аудитория курса подготовка гармоничной семье в первую очередь это те люди которые имеют опыт развода можно немножко обосновать но кратце люди которые не имеют опыта развода как правило полагаются на какие-то свои программы об этом мы еще будем отдельно говорить то есть это примерно рассуждение такого плана я молода красиво богата у меня все прекрасно я выберу самого лучшего себе мужа и у меня будет все хорошо со стороны мужчины я красивый умный богатый образованный у меня все есть я выберу себе того кого я хочу и буду счастлив вот это примерно такой уровень рассуждений которые проходят практически все кто не обучились ну а потом переходит в категорию со временем той нашей целевой аудитории которые уже поняли что не все так просто поэтому можно обратить внимание в то что говорит по данному вопросу и так наша целевая аудитория это люди побывавшие уже в браке и может быть не один раз я так напишу люди после развода подготовка гармоничной семье курс тренинг здесь нужно говорить о возрастах вот люди после развода которые чаще всего уже имеют детей эти взрослые люди логично мечтают желают и действуют в направлении все же со следующей попытки создать себе гармоничную семью которой бы они были счастливы дети подрастают для детей нужен пример как родители выбирали себе своего партнера как строили взаимоотношения потому что ребенок подрастает все считывает все впитывает и нужно дать вот какую-то информацию если родители сплоховали ребенок это видит слышит понимает то уже соответственно идет опыт первое родители не супер родители не знающие родители можно даже сказать так обманулись понадеялись не являются экспертами и здесь идет нарушение взаимосвязи ребенка и родителей родители теряют авторитет в глазах ребенка в плане построения семьи из этого следует что если родители это понимают то делая попытки повторного своего выбора стоит задуматься а каким образом предложить своему ребенку положительный опыт создания гармоничной семьи и желательно с первого раза поэтому для целевой аудитории для данного курса мы можем предложить целевую аудиторию для детей это в том случае если родители понимая это сложность и неоднозначность в вопросах выбора партнера могут порекомендовать детям пока еще связь дружеская есть и будем надеяться что она есть чтобы эта связь дружеская крепло порекомендовать вашим детям наш курс подготовки к семейной жизни с какого возраста дети да хоть с 5 лет в 4 года ребенок тоже очень хорошо все запоминает и все считывает но если у вас очень маленькие дети и вы очень бы хотели это можно даже раньше для этого отдельно можно будет продумать и оговорить в каком формате это может происходить итак первый вопрос мы будем говорить что вкратце раскрыли какой второй вопрос второй вопрос мы предполагаем что наш курс имеет научную основу курса я так и запишу 2 это у нас научная основа курса что значит научная основа курса я бы сказала что то что мы предлагаем все взято из теории и из практики кроме того нет чистой теории и нет чистой практики теория подтверждается практикой практика подтверждается теорией можно сказать что в чем интерес именно основы научности интерес может быть в том что то что мы предлагаем может быть применено в вашем конкретном случае но это не значит что вы будете делать то же самое что мы один к одному это только лишь значит что научность теории предполагает индивидуальность и персонификацию каждого человека который будет пользоваться данным курсом который будет вникать изучать и практиковать данный курс подготовки к гармоничной семье можно сказать что если этот курс научный значит его должны предлагать научные люди доктора философии психологии что там у нас еще есть в этом направлении кто занимается институты которые тоже занимаются в данном направлении но могу вам сказать что данное знание недоступны недоступны очень многим причин несколько и в данном видео видео я не предлагаю раскрытие раскрытие почему эти знания являются закрытыми для большинства людей и в то же самое время эти знания реальны и кто желает получить получить ним доступ то это в ваших силах и в ваших возможностях научная основа курса вы можете полностью достичь цели создать гармоничной семьи на основании научного подхода достижение цели я пишу здесь цели курса дарная на которые мы полагаемся включает в себя философс новую философию включает в себя все религиозное течение все основные религиозные культуры включает в себя самые последние наработки психологии включает в себя всю основную историю психологии с восемнадцатого столетия и чтобы еще добавить это разработки и исследования нашей семьи разных семей в том числе семьи в которых я долгое время воспитывалась это семья которая прожила 60 лет вместе в счастливом браке ну и собственно говоря другие семьи в которых я воспитывалась тоже это были счастливые семьи которые я изучала кроме того семьи которые я стала изучать уже создав нашу семью ну и молодые семьи естественно тоже мы изучаем и так у нас ко всем вопросам которые мы вкладываем в понимание научная основа мы говорим о том что сюда включена новое новое знание философии новая философия изучение всех религиозных культур все религии психология можно отделить отдельно что мы подразумеваем духовность можно ее включить в философию как духовность ну так вот в общем в общем это те аспекты которые я хотела бы показать в этом коротеньком разговоре еще раз подчеркнуть что знания закрыты но они могут быть доступны при вашем желании дерзайте до новых встреч спасибо за внимание до свидания субтитры приятного субтитры субтитры приятного